Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Решился, ребята, разобрать вот этот шестеренчатый насос. Этот насос предназначен для маленького турбореактивного двигателя. Вот здесь стоит он у меня на стенде. Я все подключил, начал запускать. Тому свидетельство, даже баллон с газом запотел. Он, ребята, отлично запускается, но не выходит на максимальный режим. Максимальное, что он набирает, это 137 тысяч оборотов в минуту. Хотя должен больше 140 набирать. Казалось бы, это не такая уж большая разница, но это на самом деле там пару килограмм. Разница существенная. В общем, ребята, давайте сейчас мы его разберем и посмотрим, что там у него внутри. Возможно, можно будет что-то подшлифовать, подточить и починить его. Восстановить, так сказать, функционал, потому что он уже не удовлетворяет тем требованиям. Первый звоночек, конечно, был на большом ТРД. Возможно, он там и умер. Слишком много пытался компьютер подать на него и он, возможно, из-за этого и погиб. То есть тут остается только лишь догадываться. Если честно, какая-то у меня невезу с этими насосами. Не сказать, что я уж так уж сильно вырабатываю ресурс у этих двигателей. Но почему-то ресурсы насосов вырабатываю я жестко. Уже получается, это третий насос, который погиб. Два было китайских. Этот уже настоящий. Вот как он выглядит. Не знаю, не вижу ничего криминального. Вообще, все в идеале, такое ощущение. Вот здесь есть какие-то потертости. И на крышке совсем незначительные потертости. Я даже не знаю, почему он не хочет работать. Вроде бы как должен. Подозреваю, как и на всех таких насосах, у него стерлось вот здесь по кругу. И он просто тупо пропускает, не хочет качать. Вот шестеренка видно. Но, честно говоря, да. Похоже, это так, ребята. Шестеренка болтается. То есть она тупо по кругу не герметизирует. И какие-либо дальнейшие движения по уплотнению, они, в принципе, мне кажется, бестолковые. Да, вот такие печальные обстоятельства. По-хорошему, нужно изготавливать новые шестерни сюда. Может быть, даже придется заняться этим нелегким делом. Давайте попробуем, лезет ли какой-либо щуп сюда. Пятисоточный щуп. Просится, но не лезет. Хотя вот немножко подклинивает. Ну раз просится, значит будем считать, что здесь около пяти соток зазор. К сожалению, других щупов у меня нет, чтобы поточнее. Поэтому, в общем-то, можно попробовать немножко подшлифовать его с торца. И потом посмотреть, повысятся ли обороты. Хотя все равно это уже на издохе. Мотор этот... Да, жалко, конечно. Перед началом операции нужно вынуть уплотнительную резинку. Такое ощущение, что завулканизировано туда. Есть такое ощущение. Да, не вытащишь ее, по-моему. А это очень печально. Что же делать? Неужели мы сейчас будем делать новую шестеренку? Получается, что так. Ладно, вытаскиваем. Вот так, ребята, она выглядит. Нужно повторить эту красоту. Здесь есть хвостик. Он как подшипник служит. Он тоже стерся, потому что она болтается. Ну а эта, так как она сидит на валу, она в общем-то не изношена. Нужно посчитать количество зубьев. Буду делать по образу и подобию модульную фрезу. И нарежем на 12 зубчиков шестеренку. Ну а сейчас токарка. Перелопатил все свои запасы желтого металла. Но вот вроде бы нашел нормальный кусочек, с которого гарантированно можно сделать хорошую шестеренку. Бронза марки BRUSH по всей видимости. Видите, магнитик липнет. Хотя все остальные, ну просто ни в какую. Я думал, у меня больше качественной бронзы. А у меня практически нет ее оказывается. Ну в общем-то с этого пруточка мы и будем делать. Замеры обычным штангелем показывают, что диаметр шестеренки 7 миллиметров. Давайте теперь посмотрим, насколько она стерлась. Видно, что она совсем болтается. Минус три десятки получается. Если сделать новую, то точно должно помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Диаметр шестерни есть. Теперь делаем диаметр валика. Все очень ювелирное. Не знаю,ребят,сделал плюс 2 сотки. Зазор должен быть минимальный, но я его не вижу, если честно. Навал очень хорошо насаживается без люфта. Очень четко. Сразу просверлю отверстие за одну установку. Просверлил на 2 сантиметра. Вот так заходит и выходит. Если что, можно будет еще шестерен наделать. Например, такую же с хвостиком либо без хвостика ответную шестерню. То есть здесь позволяет тело, позволяет количество. Теперь нужно каким-то образом сделать модульную фрезу. Ну а здесь можно отрезать. Потому что дальнейшая уже будет фрезерная обработка. Неохота точить резец. Есть возможность, что затянет под заготовку. Скользкая, слишком бронза. Поэтому отпилю ножом. А резец мы потом заточим. Ну вот и все. Когда-то очень давно сделал вот такую оправку на фрезерный станок. Она позволяет зажимать различные фасонные резецы. Сделал резец в виде модульной фрезы. Смотрим, как подходит к зубу. Подходит как-то так. Теперь можно смело нарезать шестеренку. Модульная фреза идентична и все должно получиться хорошо. Главное не напортачить теперь с заглублением. Пошел процесс. Вертикальной подачей нарезаем шестеренку. Микро шестерни на канале пошли. Такого я еще не делал, ребята. Это какая-то рекордная дичь. Уже два ручья нарезал, наладил технологию. Осталось 10 ручьев нарезать и будет шестеренка. Сегодня мы даже испытаем этот насос. Пошел следующий зуб. Главное все хорошо точно выставить. Иначе могут быть потом проблемы. Нарезаю финальный зуб. Кстати, насос такой стоит около 15 тысяч рублей. Так что ремонт этот вполне оправдан. Пробуем внедрять в насос. Ух ты, туговато, ребята. Туговато идет. Я думаю, сможем раздраконить. В принципе, уже лучше. Предварительно я снимал здесь заусенцы, чтобы они не царапали алюминиевую поверхность. Для отрезания использую новую сандвиковскую пластинку. Острую, как лезвие. Вроде нормально идет. Можно делать размер. Пока что режу с запасом. В итоге решил выставить по кмд. Посмотрим, что получится. Нужно доверять инструменту. То есть здесь поверочная линейка и кмд. С небольшим запасом в 3 сотки. Вот так. Поехали! Так, какая? Это или это? Или все-таки вот это? Да нет, вот это, ребята. Вот это новая шестеренка. Сейчас будем внедрять. Я измерил ее. Она на 3 сотки толще, чем вот эта. То есть удалось мне таки немного больше ее сделать. То есть вообще все зазоры должны быть выбраны. Но если она не заработает, это будет какой-то фиаско. Реально фиаско. Давайте внедрять ее уже и пробовать. Внедряется очень легко. Вот так. Не знаю, что-то уже не вращается. Ну, плотновато, плотновато я вам скажу. Надо бы подключить, попробовать. Батарея на 3 вольта. То есть не очень много. Что это было? Опа! Ничего себе! Выстрельнуло. Жесть! Оп-оп-оп! Ребята, да все нормально. Все отлично. Думаю, можно собирать. Размаслается, притрется. И думаю, жить будет. Уже чернуха пошла. Притирается жестко. Надо собирать. Немного обкатаем, потому что двигатель по чуть-чуть поддает. Опа! Понеслась! Жестко работает. Вообще струя ничего себе! Серьезная. Хорош тратит ресурс. Все, ставим. Ставим на стенд. Пошел процесс. Надеюсь зажжется с первого раза. Бывает не зажигается на холодную. Пошел процесс! 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 Теперь пробую резко дать. Продолжение следует. Все, ребята, насос починен и отлично работает. И вообще что-то мне подсказывает, что теперь у меня новый насос. Потому что он очень зверски качает. По характеристикам до 144 тысяч должно наваливать. Но было 143. Это может быть из-за каких-то программных дел. Там одну тысячу он может не добирать. В общем-то как-то так, ребята. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.